Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему в Вьетнаме. Очень часто бывает, люди приезжают не просто потусить в отеле за границу, а приезжают дикарем и, собственно, снимают какое-то жилье и с кухонькой там. И очень часто встает вопрос, а что такого можно на рыночке купить, чтобы было, во-первых, вкусно, а во-вторых, не хочется брать на себя эксперименты и покупать каждый раз неизвестную какую-то рыбу. Сегодня и займемся именно тем. Я буду ездить по разным местам и покупать разные рыбы, и будем их пробовать. Поэтому поехали-ка на рынок. И вот мы на рыночке. Давайте-ка выберем какие-нибудь необычные виды рыб, которые здесь найдем. Я думаю, для начала хватит парочки. Пройдемся по рядам, выберем. И сразу же на первом прилавочке видим вот такую длинную рыбеху. На местном она называется Кахо. Соответственно, приедем домой, я про нее почитаю и скажу точно. Сначально она вроде как похожа на сельдяного короля, но я не уверен, что это. Давайте возьмем штучки 4 рыбешки, как раз будет достаточно. Стоят они порядка 200 рублей за килограмм. Соответственно, возьмем 4 такие наиболее крупные попросили, чтобы было что попробовать. Здесь получилось на 270 рублей. Пока ищем другие рыбехи, какие-нибудь необычные, чтобы попробовать. Нужно отметить, что сейчас идет сезон тунца, а следовательно его очень-очень много где можно купить. Но тунец, сами знаете, уже обычная штука, поэтому можно, что называется, на ней особо внимания не заострять. Поэтому тунца мы проходим мимо и ищем что-нибудь действительно забавненькое, необычное, что было бы интересно попробовать. Не обязательно искать что-то огромное. Вот, например, вот эти малютенькие рыбешки у меня вызывают интерес. Потому что, знаете, ее можно целиком положить одну штучку на гриле. Они будут порционные. Вот как раз их-то и возьмем. Тем более, я смотрю, они здесь пользуются прям популярностью. Народ их смотрит. Я думаю, возьмем такие среднего размерчика, штучек 5. Эти рыбешки чуть-чуть подороже. Они 270 за кило. И здесь получилось у нас на 180 рублей. Вернулись мы с рынка, прикупили две необычные рыбешки. Я уже погуглил и узнал, как они называются. Вот эта длинная рыба называется меч-гальян. То есть, знаете, такая на нашу типа рыбку гальяна, похоже. Переложим сюда вместе с некоторым количеством льда, естественно. А вот эта рыбка, похожая слегка на пиранью, называется черный гранат. Или какая-то одна из разновидностей кергенида. Не знаю, как-то и по нашим таких классификаций рыб нет. О, гриня подъехал. Что ты мне притащил, точно. Спасибо тебе огромное, потому что здесь довольно сложно с разжигать. Знаете, приходится использовать пальмовые листья сухие. Поэтому гриня где-то вот такие специальные. Я смотрю, они еще пропитаны чем-то. Практически везде, где продается уголь, там же и вот такие штуки. Отлично. Они пропитаны чем-то. Но лучше, наверное, чем жидкости угли поливать, я так полагаю. Кстати, да, давайте сейчас почистим рыбешку как раз и запалим угли. Потому что ей еще некоторое время мариноваться. И чтобы как раз угольки к тому времени подошли. Что же, нужно почистить этих рыбешек. Первый раз сталкиваюсь с такими именно рыбешками. Но на самом-то деле дело не хитрое. Но давайте приступим. Кое-каким образом попытаемся сделать так, чтобы это было удобно положить на гриль. Ириш, скажи, а ты здесь рыбу как вообще уважаешь? Я уважаю речную рыбу, такие благородные. Белугу, там... Так, подожди, белуга, здесь белуга. Ну, осетр есть. Осетр есть в горных озерах. Ух ты, смотри, хищная рыба. Смотри, смотри, я обожаю чистить рыбешку и понимать, чем она питается. В данном случае, видите, есть малек небольшой внутри. Так что, казалось бы, такая... Как она его съела? Это вообще как? Он еле-еле ей в пасть-то подлазит. Может быть, это живородящая рыба? Ага. С переваренной внутри. Слушайте, да, ну, прикольно. Рыба фаршированная рыба. Так, ну я смотрю, что чистить эту рыбешку тут вообще никаких проблем не составляет. А дальше только помыть вот это внутри и все. Ну, и отличный кайф. Люблю, когда быстро чистится. Вьетнамцы такую рыбу на сушку. Ага, сушат. Отправляют, да, да, да. Делают типа нашей воблы. Они ее разрезают вдоль на две половинки и выкладывают прям на сеточку, чтобы она под солнцем сушилась. Ну, естественно, просолив. То есть такие желтые полосатики делают? Да, да. Мне вот недавно совершенно вьетнамский друг привез такую воблу. Ну, самое интересное, после того, как рыба высушена, они ее потом еще жарят. То есть они жарят воду. Да, 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 это я видел. У нас в семье тоже здесь это часто так делается. Знаешь, именно что уже сушеную кидают на гриль, чтобы она такой еще больше аромат сильно себя проявила. О, вот этот лучевой плавник такой. Луч в плавнике суровый. Это, пожалуй, единственное твердое место. А с кишочками тут вообще очень просто все. Мне это нравится. Итак, с черным гранатом покончено. Так, мне жена сказала, что это нужно обязательно все оставить. Это пойдет курочкам на корм. Приступим к гальяну. Селедка. Ты ее пробовал когда-нибудь? Я думаю, что сельдь из нее получится шикарная. Ну, потому что серьезно, длинная такая штука. Да, длинная, плоская, без чешуи практически. И еще зубы зацени какие. Это вообще. Вот это хищник тот самый. Смотри, при этом вампирический. Сейчас пойдут находки. Мне кажется, в животе это у него должно быть что-то поинтереснее. Тут вот это точно может кого-то схомячить. Ты посмотри, как к ней, кстати, интересно челюсть развита. Ну, я так понимаю, что здесь все как обычно. Мы отчекрыжим башку и попытаемся. Интересно, насколько у нее идет пищевод глубоко. Вдоль всего тела. Или как? Где он заканчивается, интересно. Ага, вот так вот. Логично. Ну, это голодный товарищ. Тут смотри. Всего анчоусов вырыл. Где же ты, хищничек? А смотри, это икра, икра походу. Зачатки какие-то икоренных полосочек. Малюсенькие, малюсенькие. Интересно, когда у нее сезон нереста. Ну, я думаю, что оставлять мы это не будем. Это все равно так себе идея. Ну, и да, и эта рыба чистится тоже отлично быстро. Это, кстати, один из, знаете, моих любимых параметров рыб. То есть, чтобы быстро, удобно чистилось. Как ты думаешь? Согласен с тобой. Ну, вот опять, рыба без чешуи, она, конечно, самая удобная в разделе. Вот правильно, правильно ты замечаешь. Смотри, это просто такая кожица. Приятная кожица. Ничего не снимается. То есть, ну, вот просто огонь. Ну, а вот это я даже не знаю. Надо тут снимать, не надо. Такая ерунда. Маляочная шоя. Вот так вот. Да, и не надо снимать даже, да. Все, я считаю, что вот так и готово. Интересно, влезет наш гриф? Так что этой рыбой я пока что доволен, потому что здесь что, нет чешуи и как бы чистится очень быстро. Ну, и на самом деле очень приятно для разделки. То есть, ну, действительно, кайф, кайф, кайф. Пока что я доволен. Вот, скажи, пожалуйста, Гриш, ты ведь здесь уже сколько там, ни один, что называть, десяток лет здесь проживаешь. Грин здесь на постоянку живется. Скажи, вот ты по рынкам же, естественно, катаешься. Какие вот морепродукты и так далее? Здесь же навалено всего много. Ты обычно выбираешь. Вот обычно. Слушай-ка, тут прям... Дело в том, что мы с тобой сейчас находимся в том месте, где рыбный промысел крайне развит. И вот центральный рынок города Фонтиета, это рынок, называется Конча, такое смешное слово. Туда привозят как бы, ну, я не знаю, наверное, всех обитателей, всех морских гадов, которые только можно вообразить. Ну, из местных широт, само собой. И дело в том, что я пробовал брать непроверенных рыб, ну, как бы, я не знаю, да, и, как правило, был разочарован в вкусовых качествах. То есть, в частности, я вам могу сказать, акула никогда не берите и морской скат. Вот, это рыбы, которые, ну, неприятные. Слушай, а вот интересно, если с акулой я, пожалуй, с тобой соглашусь, то насчет ската, скорее всего, нет. Потому что мы как-то готовили ската на гриле, и мы прям за ската такие всеми руками-ногами голосовали. Было отлично. Любопытно. Вот, кстати, русские-то я после гугления названия сказал, а как, кстати, они по-вьетнамски называются? Вот по-вьетнамски, вот эта рыба, которая... Длинная, длинная, вот эта штука. С зубами. Она называется каруа. Каруа, ага, так. Это по-вьетнамски означает мачете. Ага, рыба мачете. Да, рыба мачете. То есть, в принципе, если на нее посмотреть, да, она, ну, форму мачете имеет. Вторая рыбка, которая маленькая, она называется качин. Так. Качин, это означает бабочка. Ага, то есть, видите, у них на самом-то деле получаются такие непритязательные названия. То есть, рыба мачете, рыба бабочка, то есть, они не действуют как у нас, знаешь, там, типа что-то научного такого, нет? Хотя, подожди, вот может быть, качин, кстати, не бабочка, а птичка. А, еще и птичка. Да, птичка. Потому что бабочка это тим. Ага. А качин, наверное, все-таки птичка. Да, я вот. Ну, окей, пускай будет птичка. Но все равно все названия практически происходят от каких-то природных штук. Что ж, давайте перед мариновкой как раз-таки запалим угольки в нашем Камадо Джо. Очень маленький гриль, вот такого как раз размера Камадо Джо Мини, мне нравится, потому что в любое место его утащил. И рядышком со столом, даже если ты просто здесь кушаешь, а здесь грилишь, очень удобно. Поэтому я утащил его сюда, где я просто рядышком буду разделывать и сразу же все кидать, кидать, кидать на гриль. Эти смоляные дощечки должны заняться легко. Сейчас посмотрим, как это на самом деле происходит. Ну и все, отлично. Пускай потихонечку раскочегаривается. Сейчас заложим сверху еще угольками, пускай разогревается. Ну и естественно маринад я буду делать нехитрый. Дело в том, что я хочу вообще одну рыбину каждого вида, точнее вот этих, они маленькие, можно две штучки, просто посолить и в масле, как говорится, чтобы вот чисто только вкус рыбы попробовать. Ну а для остальных приготовим нехитрый совершенно маринад. Масло, соль, соевый, чуть-чуть остроты, чесночок. Все, вот тоже, как говорится, чтобы сильно не забивать вкус. Для начала давайте почистим чесночку и начнем потихонечку долбить его и смешивать маринад. Так как этот чеснок вообще упаришься чистить по одному зубчику, я принял такое волевое решение. Вот так отрезать, основную вот эту шелуху вот так вот снять. И один хрен я его буду долбить в ступке, поэтому, грубо говоря, вот так вот. Намного быстрее. Потому что по-другому, ну совершенно это невозможно сделать. А чеснока я хочу много. Все вместе я вот так вот переваливаю. Все, и теперь буду разминать, чтобы дало сок. И с остальным маринадом сейчас будем это все вместе смешивать. Просто ради сока. Окей. А рыбку потом все равно от лишнего чеснока нужно освобождать. Она ведь сгорит. Пять секундочек, если не убрать. Все, чеснок размяли. Поэтому возьму-ка я самую крупную рыбку. Какая тут самая крупная? Вот эта покрупнее. Мы ее отложим отдельно и парочку, у которых будем просто грилить. Их отдельно, а этих начинаем потихоньку заваливать нашим тоже суперпростецким маринадом. Сейчас это все у нас будет перемешиваться, потому что залью это все маслом. Хорошенько так. Теперь немного соли. Соевый. Вот, кстати, прямо в момент того, как я это делаю, мне пришла в голову такая замечательная идея, как сделать надрезы вот на этой рыбине. Хочется, чтобы посерьезнее туда маринад проник. Поэтому вот такие надрезы, я думаю, что будут очень даже в тему. Чувствуется, что косточек там прилично. Интересно. В другой сделаем надрезы наискосок, крест-накрест. И вот теперь, да, долью остатки соевого, как раз таки, чтобы это все хорошенечко теперь вот у нас во все надрезы попало. И вот теперь, я уверен, и чеснок, разошедшийся в масле, и соевый дадут замечательный аромат рыбке. Ну и пускай это постоит, конечно, полчасика, это точно. Так, всю бутылочку до конца, жалеть не будем, благо осталось тут остатки какие-то жалкие. Все, кайф. Ну и, конечно же, куда без чили, вы же меня знаете. Без особого фанатизма, но в то же время так, чтобы оно чувствовалось. Кайф. Вот так вот. Вот такой вот нехитрый, исключительно маринад для того, чтобы, знаете, придать дополнительный вкус. И все, оставляем, ну, минимум на полчасика. Лучше, может быть, даже, честно говоря, и побольше. Маринад у нас такой не особо ядреный, поэтому, может быть, и побольше. Но посмотрим. А вот эти две рыбки просто сейчас посолим и помаслим. И первыми пойдут на гриль именно они. Для этой большой я, пожалуй, тоже сделаю надрезы, чтобы все-таки, знаете, даже соль попала внутрь намного быстрее. Благо, делается это за 5 секунд. Я не знаю, ромбовидные делать или нет. С одной стороны, пожалуй, вот сделаю, где крупный я так нарезал. Вот здесь вот я тогда вот так вот нарежу. А с этими мелкими, пожалуй, делать ничего не буду. Я чувствую, здесь много костей. И за кадром я такой быстренько спросил, господа, а чего такая костлявая рыба? Так, говорят, пресноводная. Ну, да, это или нет, я не знаю. Но раз пресноводная, логично, что вполне в ней много костей. А вот эта рыбешка морская. Поэтому просто соль и масло. Ну и на гарнир сделаем картошечку. Здесь она всегда молодая. Здесь вы не найдете, знаете, как у нас зимой какую-то прошлогоднюю. В любом случае молодая, поэтому я всегда буду ее делать здесь исключительно со шкуркой, знаете. Ну, пожалуй, только пюре без шкурки буду делать. Все очень просто. Посолили, помаслили и на гриль. Никогда не подводит этот вариант. Да и с лучком, да, особо выпендриваться я не буду. Просто огромными полосками. Может даже или полукольцами, или кольцами. Нет, кольцами. Большими такими кольцами. И тоже за гриль. Жена подходит и говорит, слушай, а наваливай-ка нашего любимого чили с солью еще дополнительно на каждую картошечку. Я говорю, ну слушай, на каждую я наваливать не буду, а вот несколько штучек сделаю специально. Сами готовят такую смесь. Просто соль и чили, конечно же. Вот так вот. Четыре штуки экспериментально такие сделаны. Я никогда так не пробовал. Гриль раскочегарился. Смажем решетку, чтобы оно маленечко еще и прокалилось. И сейчас будем потихоньку выкладывать. Ни хреносик, как и здешнее масло коптит. Что, с картофаном? Слушай, давай, давай я сначала самое главное положу рыбку. Вот так вот. Да, как раз под размер гриля. Отлично. А теперь вокруг обложим это дело картофаном. Так, пошел чильный. И давай обычный. Еще? Еще один влезет. Давай. Вот так. И, конечно же, теперь еще маслица. Только я теперь так много, наверное, налить не буду, потому что что-то оно коптит. Оно мне очень нравится. Из чего они его делают? Так коптит, капец. Из масла? Ну, ты знаешь, наша рафинированная, дезодорированная так не коптит. Вот серьезно, ты посмотри, что делается. Да, черный дым прям. Ну, и так как первым делом хочется попробовать именно рыбку, картофан-то довольно долгоиграющий, потом еще добавим лучок и поставим другую рыбку, то я так мыслю, что я прикрою на открытом жаре, я сейчас не хочу. И немножко придушу это дело. Пускай у нас это раскочегарится где-то до 180-200 градусов и подержим 15-20 минут. Прошло как раз минут 15. Так, давайте посмотрим, во-первых, что у нас тут с картофаном. Так, здесь отлично, можно переворачивать. Так, о, кайфушечка. То, что надо. Ну, в середке, само собой, жар покруче. Куда от этого денешься? Ну, и теперь самая задница, это перевернуть вот эту рыбину. Ну, каким-то мне вторые щипцы еще не помешали, чтобы не порвалось-то еще, а. Давай, попробуем ее как-то отковырять. Ну, и здесь тоже так слегка для румяности. Поможем нашим копчащим маслом. Вот так. Раздобыли специнструмент для того, чтобы сделать как раз то, что нам нужно с нашей рыбкой. Да. И так все просто. Перед тем, как перевернуть, я эту сторону обильно так маслом смажу. И вот здесь вот тоже. Вот это нам не надо. С этой стороны точно рыба готова. Тут базаров нет. Ну, с этой попроще. Здесь жар покруче. Покрасивее получилось. Да, это чуть-чуть получше. Но все-таки на серединке, так, чтобы не сгорело, задвигаем. Ну, и что ж, еще через какое-то время я считаю, что все уже теперь точно должно быть готово. Самый ответственный момент, я уверен, это в снятии этой рыбки. Да, теперь это сделать намного проще. Загрильная. Кайф. Ну, да, когда маслицем смазываешь, с той стороны снимается все отлично. Красивая, красивая рыба. Да, я тоже в этом уверен. Так, ну и давай самую закопченную. Я думаю, что она тоже готова, чтобы попробовать. Кайф. Начинаем пробовать. Начнем, пожалуй, с длинной рыбки. Ну что же, к вопросу о готовности никаких. Да, а вот по поводу костей видно, что местные были правы. Косточек очень много. Так, ну попробуем вот эту часть. Косточек прям немерено. И все вот эти ушки сумасшедшие, господи, это же самые опасные. Неплохая, кстати, рыба. Вы знаете, я себя поймал на мысли, что я хочу сейчас еще кусочек съесть. А это говорит о том, что рыба, в принципе, вкусная. С костями нужно быть осторожным. Я сейчас еще кусочек отведаю вот из серединки спины. Да, вот здесь вот прям и мясо. Суховато. Нежирная рыба, а следовательно, долго ее на гриле держать не надо. Потому что мы держали где-то буквально 15 минут, 15 минут. Вполне себе этого достаточно. Вы посмотрите, я первый раз вижу такого вида косточку. Это не ушко, это не знаю что. Это прям перья какие-то. Невероятное. Такое застрянет и покоя вам точно не даст. Так, ладно. С этим видом рыбы все понятно. Вкусно, но очень опасно по поводу костей. Вы знаете, вот серьезно. Шкурка моя любимая часть. Во-первых, в ней нет костей. Во-вторых, очень-очень вкусно. Если получается освободить мясо от вот этого сумасшедшего количества косточек, это хорошая рыба. Она вкуснее, чем, пожалуй, даже мой любимый окунь. Наш пресноводный, в котором, кстати, костей тоже довольно много. Ну что ж, не будем останавливаться. Посмотрим ее, может быть, вот с чесночком и так далее. Она прям получит еще круче. И я так мыслю, что ее, кстати, лучше готовить почти дефрай, почти во фритюре. То есть вот так вот разрезать и... Может быть, эти косточки, да-да, исчезнут. Отлично. Попробуем вот эту рыбешку. Она морская, а следовательно, костей в ней должно быть очень-очень мало. Ну-ка, отлоим кусочек. Так, да, все в порядке. Так. Это вот тот плавничок, который сверху отрезали. Ладно, уберем. Так, а что здесь? А вот здесь вот, да. Чистое мясо. Хорошие порца мяса. Ну вот эта рыбешка, да, на порядок выгоднее в том плане, что поедается моментально. Я еще голодный, прям хочется-хочется. Вот очень классно. Смотрите, от косточек разваливается. Все тут в порядке. Реберные, само собой. И удаляются вот так, раз, все, готово. Отличная рыбешка. Вот этого граната советую готовить на гриле. Очень быстро, готово. И чуть-чуть даже можно поменьше готовить по времени, потому что вот этот может быть, на мой вкус, даже чуть-чуть суховатый. Я бы, знаете, любитель сашими, поэтому я бы его готовил вообще по 5-6 минуточек. Так, быстренько картошечку, которая со специями. Это беспроигрышный вариант всегда. Вы знаете, хотите кого-то здесь местного, может быть, даже удивить, потому что они, кстати, картошку не едят. Они едят, знаете, сладкий батат. Так вот, эта штука, я уверен, зайдет всем. И теперь осталось по-быстрому, потому что мы решили и пришли к общему мнению, что этой рыбе, обеим рыбехам, видам, необходимо не больше 10 минут в сумме. То есть не по 15, как вот мы жарили-жарили, а где-то в сумме. Следовательно, сейчас быстренько закидываем вот так, вот так, и вот эту тоже. Лишний чесночок, как я и говорил, конечно же, скинем. И теперь давайте финальную часть снимем. Так, с рыбкой все в порядке. И эту тоже. Хоп, хоп. Да, вроде бы теперь отдирается намного легче. Вот так, раз. Да, вот теперь по прошествии буквально 15 минут, и я не переворачивал. Видите, во-первых, отдирается намного легче, а во-вторых, сверху, очевидно, сочность осталась, прям видно. Шпроты увеличенные. Не то слово. И такие котлеточки. Хоп, готово. Давайте пробовать. Давайте посмотрим, насколько теперь... Ох, горячая-то какая! О-о-о-о-о! Да, это помягче, очевидно. И сочность внутри имеется намного более крутая. С костями, естественно, тут ничего не поделаешь. Эта рыба, это просто синоним словом кастомахи. Так. Вот, более нежный кусочек. Сейчас попытаюсь расковырять его от косточек. Мням-ням-ням-ням. И попробовать. Так. По-прежнему вкусная, не такая сухая. Намного лучше. И, следовательно, да, от косточек. Когда избавился, это становится намного приятнее и вкуснее. Ну, кстати, не так и сложно. Вот я отковырял кусочек, вынул с обеих сторон вот так косточки. И готово. В таком варианте слегка забивается ее натуральный вкус. Поэтому чеснока я бы, может быть, так много не клал. Это вкусно. Это отличный маринад для совершенно нейтральной рыбы, которая не имеет своего выраженного вкуса. Эта рыба вкусна сама по себе просто на гриле. То есть, в принципе, я бы ее так сильно не приправлял. Это нормальная рыбешка. Единственное, что да, костей в ней немерено. Теперь давайте попробуем, а улучшил ли наш маринад вот эту вот рыбешку, которая у нас и так была хороша. Только суховато. А вот к этой рыбешке маринад подходит классно. Но, опять-таки, получилось так, что мы ее передержали. Любая практически морская рыба, я уверен, не может готовиться одновременно с пресноводной. Потому что морскую рыбу нужно держать, ну, прям, очень мало времени. Незаром из нее сашими едят. Поэтому мой вердикт следующий. Вот эти вот гранаты, отличные для гриля. Кинул, пш-пш, все, готово, снимай сразу же. Не нужно долго держать. Вот этих товарищей нужно держать минуточек по 10, ну, максимум 15. И не переворачивать. Вот непереворачиваемый вариант, который мы в последний сделали, мне нравится намного больше. И, следовательно, естественно, вам придется избавляться от дохренища костей, которые здесь присутствуют. Поэтому вот такая вот штука. Я для вас проверяю, какую рыбу пробовать можно, которая хорошая, которая плохая. Мне нравятся обе эти рыбы. Недостаток, да, куча костей. Проверять будем и дальше разные виды рыб. Я надеюсь, что нам будут попадаться прям необычные вкусы и необычные рыбешки. Ну, а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. Налетай, господа. Пробуем. Рыбина. Ну, это шпрота. Вот это шпрота. Рыба-майничный. И даже по цвету. Короче, вот этот зачет. Шпрота зачет. Надо жевать, да, много жевать. Слушай, вот это тоже хорошо. Шкура действительно хорошая. Однозначно не переворачивать. Но, вот нижняя сторона, она под пивко. Как бы, прям идеально. То есть, получается, верхняя сторона еда, нижняя закуска. Точно. Смотри, какой ремень. Это просто батин ремень. Или леща можно дать. Это не лещ, но леща можно дать. Тыщ знатного. О, или жопа, или сердце. Кому как лучше.